Что изменилось в школьных столовых за этот год и будут ли дорожать школьные обеды? Итоги сегодняшней проверки и прогнозы комиссии в нашей студии озвучит депутат городской думы Александр Галкин. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Вы уже закончили проверку некоторых школьных столовых. Расскажите, что изменилось за этот учебный год? Раньше на этом рынке работали фирмы, которые поставляли зачастую некачественные просроченные продукты, были сбои по организации питания. Сегодня имеется муниципальное предприятие, которое вытеснило в ходе естественных процессов частный рынок. И есть самостоятельная организация питания. Это когда школа сама организует этот процесс. И во втором случае есть ответственный. Если в первом случае ответственный, это руководитель муниципального предприятия, и с него всегда можно спросить. Во втором случае это директор, с которого также можно спросить. А если говорить о стоимости? В целом стоимость школьного питания, она оптимальна. В зависимости от того, есть завтраки, есть полноценный завтрак и обед. И это там чуть больше ста рублей в комплексе. Я считаю, что это оптимальная цена. Если речь идет о полноценном питании ребенка, в течение всего дня туда входят качественные витаминизированные продукты. Это не ГМО какое-то, не привезенное за границей. Это все наше, родное, челябинское. И это называется здоровое питание. Скажите, а будут ли повышаться цены на еду в школе? Мы делаем все для того, чтобы стоимость школьного питания не повышалась, а по возможности может даже где-то и снижалась. Потому что там времена не совсем простые, и в частности родители считают каждую копейку. Нужно сделать так, чтобы сохранилось и качество, и при этом не повысилась стоимость школьного питания. Александр, а у вас было любимое блюдо в школьной столовой? В школьной столовой брали чай, шоколадки, чипсы. И, к сожалению, вот наш был рацион питания. Почему? Невкусно готовили? Я с удовольствием сегодня попробовал мясные блюда, котлеты. Они приготовлены по-домашнему. К сожалению, когда я учился в школе, такого у меня, по крайней мере, питания не было. И вообще питаться как-то было среди... не приветствовалось среди моих одноклассников. Сейчас мы видим, что тенденция меняется. Дети идут в столовые, дети питаются. И это хорошо, потому что у них по окончанию учебного процесса школы, здоровые желудки. И мы получаем там здоровых ребят, которые идут в армию, которые работают, здоровые девочки, рожают детей. Это хорошо. Спасибо, Александр. Я напомню об изменениях в школьных столовых. Мы говорили с депутатом городской думы Александром Галкиным.